Эту тему более подробно с Ильей Нисходовским обсудим. Это экономический эксперт Илья Родопрессов. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Поясните следующий кейс. Смотрите, с одной стороны мы видим активные атаки российских военных на Авдеевском направлении. Активное сопротивление на левобережье Херсонской области. Да, имеют колоссальные потери, но все же у них достаточно оружия, достаточно тяжелой техники. Уралвагонмаш работает в три смены. Это говорит о том, что финансирование заводов есть, военно-промышленный комплекс Российской Федерации работает, но в то же время международные аналитики, международные лидеры говорят о том, что у Российской Федерации не все так сладко. Поясните, пожалуйста, как так получается, что с одной стороны не все так сладко, с другой стороны, как ни крути, но ВПК работает в России. Ну, если рассматривать ресурсы, откуда берутся деньги для того, чтобы финансировать военно-промышленный комплекс? Во-первых, это уменьшение качества жизни самих россиян. То есть, благодаря тому, что инфляция на сегодняшний день разгоняется, соответственно, это увеличивается рублевая масса, которая есть в обороте, и этим есть возможность финансировать определенные расходы. Но сами россияне при этом покупают гораздо меньше различных товаров, чем они могли купить, условно говоря, полгода назад, год назад. И, соответственно, они это ощущают. Кроме этого, увеличивается налоговая нагрузка на предприятия. Предприятия на сегодняшний день не могут свободно конкурировать, так как платежеспособность уменьшается, во-первых. Во-вторых, осуществляется, опять же, мобилизация людей, и поэтому у них есть война за фактически людские ресурсы. И также у них это ухудшает в целом поставки различных критического сырья и также комплектующие для того оборудования, которое у них есть. И это ухудшает в целом качество работы экономики. Но действительно деньги заливаются в военно-промышленный комплекс. Они вытягивают это отсюда, сколько это возможно. Кроме этого, позитивно повлияло то, что последние три месяца фактически Россия обходила санкции по нефти. А нефть — это основной ресурс, который приносит валюту. И потом эта валюта возвращается назад для того, чтобы покупать соответствующие комплектующие и другую сырье для того, чтобы производить оружие. Поэтому в этом комплексе это сейчас есть возможность удерживать. Но насколько долго это будет продолжаться? Сейчас американцы ввели соответствующие санкции по нефти, а именно танкеры, которые ее перевозят по цене выше установленного лимита. Соответственно, цена на российскую нефть существенно упала до 60 долларов фактически на сегодняшний день. Проискет, который был установлен, он исполняется. Бюджет не получает то количество денег, которое он получал раньше. Соответственно, ресурс этот уменьшается. Кроме этого, значительная часть ресурсов остается за рубежом, как в вашем сюжете абсолютно правильно сказано. Например, продажа нефти Индии оставляет индийские рубли непосредственно самой Индии. А те технологии, которые нужны для России, они там отсутствуют. Поэтому тут надо рассматривать краткосрочную перспективу. И эта краткосрочная перспектива говорит о том, что на данный момент ресурсы должны финансировать армию. У России есть. С другой стороны, долгосрочный период говорит о том, что так долго продолжаться не может. То есть ресурсы истощаются, возможности истощаются, качество жизни россиян ухудшается. Ситуация на валютном рынке держится за счет очень жесткого прессинга со стороны государства, со стороны специальных органов по отношению ко всем импортерам, которых заставляет возвращать выручку и продавать ее для того, чтобы удержать курс хотя бы до выборов. Но опять же, это все осуществляется вручную, это все осуществляется административными путями. Долго это продолжаться на нас не может. Поэтому те экономисты, которые об этом говорят, они говорят о более долгосрочной перспективе, где-то в районе полгода, года, и видят, что это закончится тем, что ресурс исчерпается. И в то же время сейчас говорят о том, что около 300 миллионов долларов ежедневно тратит Россия на войну против Украины, а это на минуточку годовой бюджет Владивостока. Прямые военные расходы России и стоимость утраченной техники за 18 месяцев войны против Украины уже превысили 167 миллиардов долларов. Пишет об этом Форбс, а всего общий федеральный бюджет РФ на этот год составляет 230 миллиардов долларов. Треть этой суммы идет как раз на обеспечение армии. Вот в таком режиме, насколько мы можем говорить о том, что будет экономика России удерживать какой-то уровень, либо все-таки в какой-то момент наступит слом и начнется исчерпание. Ну тут надо понимать, что они трансформируют ведение военных действий в соответствии с этими вызовами. Например, так же, как и мы, начали активно использовать FPV-дроны. Они намного дешевле, но уничтожают больше техники. Соответственно, очень важно для Украины в этой войне дронов победить. В этой войне радиоэлектронной борьбы против дронов также победить. То есть нам необходимо более быстро адаптироваться для тех новых условий, которые есть на поле битвы. Они переключаются на более дешевые, то, что можно купить, комплектующие для дронов, сами дроны. Они ставят это на промышленное производство. И поэтому это определенный вызов для нас и определенный вызов для наших союзников. Союзники также должны, видя это, помочь нам, например, с теми же самыми средствами радиоэлектронной борьбы, для того, чтобы сбивать дроны, для того, чтобы не допускать. Они должны нам помочь в контексте самих дронов, увеличить их поставки, видя их эффективность, то, что они очень важны на поле битвы. Потому что все-таки на сегодняшний день мы уже не видим, например, где-то прорывы танки. Под Авдеевкой была такая попытка у россиян для того, чтобы прорваться. Но это закончилось полным провалом. То есть наша армия, она, не скажем так, абсолютно легко, но в принципе смогла остановить эту армаду, несмотря на то количество средств, которые были кинуты как в людских ресурсах, так и в военной технике. Они были удачно спалены, уничтожены, и как результат этот прорыв не удался. Они уже начинают фактически закидывать нас мясом. Но с точки зрения экономики, еще раз, идет переключение самого, как ведется война. Если война была акцент раньше на технику, на танки, на самолеты, на, соответственно, еще такую более тяжелую технику, то сейчас они переходят, так же, как и мы, на более дешевые. Нам этот вызов, надо понять, что перспективы в полгода они смогут осуществлять промышленное производство меньшими ресурсами, и, соответственно, сделать выводы, и нам подготовиться к этому вызову. Если мы так не сделаем, то войну экономически мы, ну, скажем так, у нас будут серьезные вызовы. И сейчас еще тогда позвольте уточнить. Сейчас мы видим, готовится для поддержания 12-й пакет экономических санкций. Какой информацией вы владеете, что в него будет входить, и насколько это может быть мощным ударом для российского бюджета в целом? Ну, как известно, это алмазы. Посмотрим, как будет рынок реагировать, какие страны присоединятся. Какие страны присоединятся, это очень важно. Почему? Потому что если это только Европейский Союз, то переключение на другие рынки даст возможность поступать большее количество валюты. Если, например, присоединятся и другие страны, например, Индия, которая будет, соответственно, давать документы относительно происхождения алмазов, и которая также не будет торговать тем количеством, которое уйдет с европейского рынка, то в этом случае эти санкции будут довольно-таки существенными. Но я бы хотел акцентировать на том, на что не делают большие акценты, но я считаю очень важным. Это вопрос перекрытия для суден, которые нарушают санкционный режим. То есть если перекрыть Балтийское море, если перекрыть то же самое Басхор, другие проливы, про непрохождение через европейские территориальные воды, суден, которые нарушают санкционный режим по отношению к нефти, вот это будет самый лучший удар. В 12-м пакете санкций это предусмотрено. То есть есть моменты, посмотрим, какой будет окончательный документ, но есть моменты, которые фактически перекрывают логистические пути российской нефти в Китай, Индию и другие страны. И для нас это важно. Кроме этого, мы видим реакцию Европейского союза на европейские компании, которые также обходили санкции. То есть это, конечно, более сильный удар осуществляет Соединённые Штаты Америки, но мы видим соответствующую реакцию также европейских парламентарий, которые тоже заявляют относительно того, что по отношению к таким компаниям необходимо вводить санкции. Поэтому я считаю, что вот этот элемент, а именно помощь тому, чтобы те санкции, которые введены были раньше, они работали по отношению к нефти, это более важно. Почему? Потому что нефть приносит самое большое количество валютных поступлений в российский бюджет и даёт возможность финансировать войну. Перекрывая этот поток, мы фактически перекрываем всё. То есть Россия увеличивается в затраты, нет достаточной объёма валюты, уменьшается, соответственно, добыча нефти, и это полностью весь негатив. Тут ещё бы хотел сказать относительно того, что делают мы. Например, я не могу тут не сказать про операции СБО на БАМе, когда был взорван поезд в туннеле. Это огромный позитив, и фактически санкции, так скажем, санкции от того, что этот туннель не работал, они довольно-таки существенные, потому что торговля с Китаем на сегодняшний день является наибольшей у России. И перекрывая фактически ту важную транспортную артерию, для которой минимальное количество альтернатив, мы перекрываем фактически экспортную и импортную операцию между Россией и Китаем. Поэтому тут нанесение ущерба для российской экономики достаточно большое. Это более, где-то около 300 миллионов долларов теряет Россия в день от неработы этого туннеля. В свою очередь российские СМИ сообщили, что уже возобновили работу этого туннеля. А у меня вдогонку сразу касательно санкций следующий. Ещё один вопрос к вам. Почему в Европейском Союзе авторы, законодатели этих санкций, да, я не знаю, как юридически правильно их назвать, а почему они не спешат бить по самым болевым точкам Российской Федерации? Ведь лидер среди наполнения бюджета Российской Федерации это как раз энергоресурсы, газ, нефть. Это как раз атомная инфраструктура, атомная энергетика. Почему на это, знаете, внедряются санкции, но они, как мне кажется, если я ошибаюсь, поправьте, пожалуйста, но бьют слабовато? Относительно нефть и газ. Если по газу я тут с вами не согласуюсь, почти после того, как взорвался Северный поток-1, Северный поток-2, поставки газа катастрофически упали в Европу. Отправлять другие страны в тех же объёмах Россия не может. Поэтому по газу тут однозначно решение Европейского Союза, невозможность поставки в другие страны, отсутствие необходимой инфраструктуры для того, чтобы перевозить газ морем. Это очень сильно ударило по Газпрому и, соответственно, по российской экономике. Если мы будем говорить по нефти, то первоначально санкции очень сильно повлияли на бюджет. Падение доходов бюджета практически на треть. Увеличение выполнения фактически того размера бюджетного дефицита годовой был достигнут всего лишь за один квартал. Но потом компании, которые отказались перевозить российскую нефть с нарушением того режима, который был установлен GSM Европейским Союзом, они, соответственно, увидели, что Европейский Союз ничего не делает относительно того, чтобы эти санкции работали. И они начали перевозить нефть, начали выстраивать новые логистические поставки. Страхование начало происходить в каких-то подставных кампаниях, а другие закрывали глаза на то, что страхование происходит в шарашкиной конторе, которая при малейшем каком-то несчастном случае просто не будет иметь ресурса для того, чтобы компенсировать этот убыток, который будет нанесен в результате аварии на море. То есть закрывали на все это глаза, и, соответственно, цена на нефть сначала немножко превысила 60 долларов за баррель нефти российской нефти, потом достигла 75 долларов за баррель нефти. Конечно же, при таких доходах, один доллар — это миллиарды долларов, которые дополнительно поступают в российский бюджет, соответственно, это не работало. То есть осуществлять санкции исключительно на том, что все будут добровольно соглашаться, будут отказываться от прибыли, но это было очень наивно. Соответственно, нужны меры по отношению к нарушителям санкционного режима более жесткие. И санкции были введены, но надо более жестко это контролировать, надо более агрессивно реагировать на те компании, которые обходят санкции. Если есть расследования, которые показывают, что российское нефть поставляется на европейский рынок, вы уже даже не стеснялись, не осуществляете перевалку где-то в море, вы перевозите российскую нефть, но российская в испанский порт, извините, это вопрос достаточно открытый. Где же ваши санкции, если вы позволяете их нарушать? Поэтому тут более важно именно осуществлять давление на все компании, транспортные, страховые, логистические, которые осуществляют такую перевозку. Тогда санкции будут работать. Относительно атомной энергетики я с вами соглашусь. С одной стороны, вроде бы, как бы есть аргументы, что это безопасность, что если Россия откажется обслуживать атомные электростанции, это может привести к увеличению угрозы на этих атомных электростанциях, но в то же время можно ограничить финансовые ресурсы, можно ограничить участие в проектах, можно не поставлять соответствующие оборудования, и это не создает угрозу к уже действующим атомным электростанциям. Спасибо за то, что к нам присоединились. Илья Несходовский, напомню, экономический эксперт с нами был на связи, говорили о том, почему у России нет достаточно средств на ведение затяжной масштабной войны. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании.